Первый вопрос, наверное, связан с нынешней ситуацией на фронте, на поле боя. Вот только что пришли печальные новости из Авдеевки. Как бы вы сейчас вообще могли охарактеризовать положение на фронте? Насколько ситуация сложная или, наоборот, все как-то контролируемо? Есть хорошие перспективы. Ну, скажем так, ситуация очень сложная. Почему? Потому что, видите, любая победа противника, она дает ему силы и моральное удовлетворение. Поэтому, может быть, не столько даже силы, сколько подъем морального духа и желание продолжить в том же духе. Вот что мы и наблюдаем. Сейчас, несмотря на то, что есть довольно значительный резерв, мы оцениваем в 50 тысяч этот резерв, но они еще не определились, куда его, на какое направление перебрасывать. И сейчас на пяти оперативных направлениях они ведут активные боевые действия в попытках прорвать нашу оборону. Где, как говорится, где будет успех, туда и будут, там и будут сосредотачивать основные силы. Поэтому для нас сейчас довольно тяжелый период в плане того, что они давят на практически на всей восточной линии фронта. Насколько велика вероятность, с вашей точки зрения, что это давление приведет к каким-то территориальным достижениям для российской армии? Ну, вероятность довольно низкая. В принципе, мы удерживаем оборону. Да, мы немного отходим на отдельных рубежах, но это на уровне тактики, на уровне там одной-двух, максимум трех позиций. И продвижение врага составляет там несколько сотен метров. И то это делается с целью либо занятия более выгодных рубежей, либо с целью сохранения жизни личного состава. Лучше сберечь армию, чем потеряв ее, потерять потом всю территорию. Поэтому именно так. Плюс мы продолжаем активно строить рубеж обороны. Я так понимаю, это будет стратегический рубеж, на который мы будем опираться и дальше которого уже отступать никто не будет. Отходить никто не будет. Ну, подводя какие-то, может быть, итоги с событием 2023 года контрнаступлению, что вы могли бы по этому поводу сказать? В американской прессе, вообще в Западной довольно много рассуждали о том, почему контрнаступление не привело к тем результатам, на которые они, как ожидалось, к которому оно должно было привести. Что это на ваш взгляд? Действительно, были какие-то просчеты, ошибки в планировании реализации контрнаступления или изначально были завышенные цели, которых невозможно было достичь? Интересный вопрос. Я бы поставил встречный с западным партнерам, а чем наступать? Ну, во-первых, затягивание поставок вооружений дало возможность российским войскам создать такие оборонительные рубежи, как линия Суровитина, и накопить достаточное количество техники и личного состава для того, чтобы посадить его в эти окопы. Потому что мы знаем, что окоп – это обычная траншея, она превращается в позицию, когда на ней находится солдат, вооруженный солдат. Что и удалось российскому командованию. Поэтому и результат был такой же. А соотношение сил и средств было явно не в нашу пользу. Плюс хорошо укрепленные рубежи. Вот, в принципе, надо еще отдать должное, на мой взгляд, генералу Залужному, что он очень быстро сориентировался и буквально в первые дни контрнаступления, когда… А, плюс еще разведка, которая, скорее всего, ошиблась в оценке противника. И фактически мы линию обороны Суровикина вскрывали наживую. То есть за счет жизни наркой пехоты. Не было подробного описания. Были фотоснимки спутниковые предоставленные партнеры. Но не было подробного описания, насколько глубока и насколько укреплена вот эта линия обороны. Это вскрывалось уже непосредственно в бою. Так вот, надо отдать должное Залужному, что он очень быстро сориентировался и буквально в первую неделю начала наступления он перестроил тактику ведения боевых действий. То есть мы отказались от бронированных… от атаки в бронированном порядке и перешли к атакам мелкими штурмовыми группами. Они показали большую эффективность в таких условиях. Но я скажу, что несмотря на критику, во-первых, считаю ее необоснованным, сказал почему. Потому что поставки. Надо смотреть в зеркало и спрашивать, а мы все дали? И вовремя мы поставили или нет? Таких видов вооружения, как ракетные ракеты и оперативно-тактические, и авиарка у нас нет до сих пор. Я оцениваю, в отличие от западных аналитиков, я оцениваю летнее наступление как успешное. Почему? Потому что в данном случае мы не стоит измерять успех наступления квадратными километрами. В данном случае его надо измерять боевыми потенциалами. И вот эта трехмесячная кампания, контрнаступление летнее, которую мы провели, мы нанесли довольно ощутимый урон вражеским войскам. И фактически, я скажу, что очень сильно срезали наступательный потенциал российской армии. Хотелось бы ваши прогнозы по поводу перспектив. Вообще довольно много в прошлом и второй год войны говорилось о перспективах победы Украины, когда она может наступить, каким образом она вообще может выглядеть. Вот сейчас какие у вас ожидания? Во-первых, сколько, на ваш взгляд, еще может продолжаться война? Я имею в виду в ее острой фазе. И во-вторых, если мы говорим об победе Украины, то какие военные цели сейчас реально ставить и какие военные цели достижимы для ВСУ? Ну, у нас одна цель осталась на сегодняшний день. Это постановка в глухую оборону. И главная задача – это максимально сберечь личный состав и при этом не потерять большое количество территории. Вот это наша главная задача в реалиях сегодняшнего дня. Все остальные цели и сроки окончания войны надо задавать, начиная от Вашингтона, заканчивая конференцией в формате Рамштайна. Только мы на сегодняшний день, Украина практически не имеет собственных запасов, у нас это все давно кончилось, и мы воюем сегодня с колес. Все, что приехало, все на фронт. Дали вооружение – воюем. Не дали вооружение – пытаемся обороняться тем, что есть. У нас реально на сегодняшний день такая ситуация. И даже, допустим, МОБ-ресурс, если говорить об этом, да, у нас, конечно же, намного меньше МОБ-ресурса, чем в Российской Федерации, но даже при имеющемся, даже в нынешних обстоятельствах мы бы могли, допустим, отмобилизовать там 100-200 тысяч личного состава, но вопрос, под что их мобилизовывать. Где для них танки, где боевые бронированные машины, где артиллерия, где авиация и все остальное. Так что, вот в этом плане вопрос о сроках окончания войны я вообще некорректно задавать нам. Мы очень хотим окончания войны. И самое обидное, что мы понимаем, что у тех же Соединенных Штатов есть рычаги влияния на экономику, допустим, Российской Федерации или на финансы, чтобы могло способствовать более быстрому окончанию войны. У Соединенных Штатов есть достаточное количество вооружений, для того, чтобы мы могли нанести военный разгром российской армии на поле боя. Но одних танков на хранении, не в боевом составе, 4 тысячи, а одних боеприпасов на складах 4,6 миллиона штук. Ну, какие проблемы? Мы сегодня тут каждую тысячу снарядов ищем, мы пытаемся поставить на фронт. Ну, я уже молчу о том, что сколько уже? Уже больше полугода с 1 октября Соединенные Штаты не в состоянии решить вопрос выделения финансов для поставок военно-технического имущества, техники вооружения для наших сил обороны. Так что тут вопрос окончания войны полностью в компетенции наших партнеров. Продолжение следует...